Слово «пятилетка», хорошо знакомое старшему поколению и почти неизвестное людям молодым, сегодня встречается не только в учебниках по плановой экономике и названиях улиц. Знаменитый план развития народного хозяйства в контексте художественном представила выставка «Первая пятилетка. Великие стройки Урала». Эта выставка демонстрирует и показывает как раз те годы, когда началось вот это вот разрабатывание наших природных богатств. И художники, которые писали эти картины, они видели в этом невероятный азарт, видели победу человека над природой. И вот все они в таком бодром духе эти произведения созданы, потому что человек чувствовал себя действительно победителем. А сейчас мы вот как потомки, мы можем видеть эту победу и к чему она привела. Картины создавались столичными художниками, которые собирались из-за бригады и приезжали на стройки. Они изображали реальность, они создавали художественную летопись индустриализации нашей страны. Именно в это время возникла идея соединить Урал и Сибирь, возник Урало-Кузбасский угольно-металлургический бассейн. Здесь в экспозиции виды строек, кроме индустриальных пейзажей, здесь представлены портреты. Это портреты людей, которые строили и создавали индустриальную мощь нашего края. Портреты передовиков производства не всегда отвечали требованиям госзаказа. Под сильным впечатлением художники писали напряжение, боль и усталость, в то время как от них требовали изображения счастливых строителей коммунизма. По этой причине некоторые картины до наших дней никогда не выставлялись. Это портреты наших бабушек или прабабушек, прадедушек. Мне кажется, очень интересно посмотреть на их лица. Это то время в отечественном искусстве, когда соцсериализм еще был живым, он был человечным. Еще не победил идеологический канон. Поэтому это живые портреты в повседневной одежде, в повседневных головных уборах. У них естественное выражение уставших, но счастливых лиц. Можно узнать, какие косынки носили наши бабушки и прабабушки, и как одевались наши деды. Все они вызывают неоднозначные эмоции. Даже лица людей. Смотришь на портрет, и ты не знаешь, что перед тобой за человек. Образы очень противоречивые. Потрясающая выставка, потрясающая работа, особенно Яковлева, Рентгеной. То есть, ну, очень качественная картина, естественно. То есть, приятно всегда посмотреть на свою историю. То есть, это все было меньше ста лет назад, при этом ощущается, как будто, ну, другой мир абсолютно. То есть, когда смотришь на Челябинск, Садку, Магнитогорск столетней давности, как вот бурлива стройка. И вдохновение есть, потому что, когда ты приходишь на выставку, ну, вообще на любой соцреализм, и когда вот ты смотришь, как бурлит работа, просто с полотен на тебя вываливается вот эта вот вся вот, ну, живая, да, работа. То есть, ну, сподвигает. Хочется тоже что-то делать, не сидеть. Смотря на эти картины, представляешь, что очень много лет назад кто-то их рисовал, и этот человек, ну, создал потрясающие работы. Сейчас, я думаю, уже настолько качественные работы сложно сделать. Ну, я не говорю, что современные, как бы, художники плохие, но эти работы намного лучше, я считаю. А эта часть выставки посвящена работам наших современников, точнее, современниц. Лоскутным шитьем, или, как его называют, техникой арт-квилд, в Челябинске занимается Центр народного творчества, который, по удивительному совпадению, находится на улице первой пятилетки. Мастерам было предложено поиграть в первую пятилетку. Они вдохновились агитплакатами. Здесь представлен арт-квилд. Он представляет художественное произведение, как бы, мысли автора. То есть здесь мы видим не шитые между собой треугольнички, полоски, круги, а здесь мы видим уже произведение искусства. Материал не краски и полотно, а маленькие лоскутики между собой. За все годы со времен подвигов бригады бетонщика Монахова, штукатурщицы Резниченко и электрика Кондратьева не раз менялись приоритеты и идеалы. В настоящее время эта выставка кажется очень современной. То, что тогда было просто реалистичным, сегодня оказывает самые противоречивые впечатления. От восхищения до ужаса, от ясности до полного непонимания. Кстати, знакомиться с выставкой можно по-разному. Изучить историю родного края, понять, о ком и о чем пишут художники. А можно просто рассматривать картины и ловить ощущения, которые возникают в процессе.